Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как связаны сон, гормоны и стресс? Как будущий эндокринолог я расскажу вам об этом. Незадолго до естественного пробуждения железы нашего организма начинают вырабатывать кровь в повышенной концентрации гормонов стресса и адаптации, к которым относятся кортизол, адреналин и норадреналин. Это гормоны коры надпочечников и гормоны мозгового вещества надпочечников. Незадолго до пробуждения концентрация этих гормонов достигает пиковых величин за сутки. И это позволяет безболезненно преодолеть стресс пробуждения, перехода от безмятежного сна к суровой действительности. Но это происходит в том случае, если мы просыпаемся естественным образом. Когда же мы просыпаемся под звуки будильника, мы как бы вырываем себя из состояния спокойного сна и помещаем себя в суровую действительность. Организм не готов к этому. Это для него гигантский стресс, который он с трудом переживает. Вот почему, просыпаясь под будильник, мы чувствуем часто себя разбитыми, уставшими, невыспавшимися, злыми. Вот почему мы видим в зеркале перекошенное лицо и вообще просыпание становится для нас какой-то мукой и испытанием. Медики говорят, что просыпаться под будильник вредно и рекомендуют засыпать в такое время, чтобы проснуться с утра к выходу на работу или на учебу естественным образом. А будильник можно ставить на 10 минут вперед от этого времени для подстраховки. Вот как связаны сон, гормоны и стресс. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok